это было уже лет 15 назад детская травма тренировочных сборок получил разрыв голеностопного сустава и вот все с этого и пошло постепенно в молодом возрасте особо не замечаешь есть определенные нагрузки тренируешься вот и уже где-то 25 годам травма усугубилась и с каждым годом беспокоило все сильнее и сильнее с детства я занимался хоккеем профессионально потом продолжал на любительском уровне а так играли футбол и плавали и боролись всем занимались последние 5-6 лет я уже не мог жить полноценной жизнью прыгать бегать играть футбол уже не получалось потому что нога подворачивалась да и ходить особо не получалось потому что если где-то неровная поверхность то нога всегда подворачивалась но я много где и в казани и в самаре я обращался к докторам куда меня направляли советовали было на самом деле разные мнения потом последние 6-7 месяцев уже мне посоветовали вот в этот центр вот в чебоксарах был приятно удивлен это уже и врачи не посоветовали доктора то что мне надо съездить сюда и был я приятно удивлен конечно это в первую очередь отношения к людям пациентам шикарный сервис стоит отметить профессионализм врачей все супер все отлично этом центре был поставлен диагноз некроз таранной кости глинастопного сустава и мрт и рентген и узи все все вот и до все анализы я прошел уже здесь операция была вчера сделали анестезию и уже пояса до конеч стенок я уже как бы ничего не чувствовал все лежал был экранчик все видел все что мне надо было видеть вот поэтому ничего не чувствовал а сейчас уже как бы чувствую себя отлично вот и нога как бы не болит слава богу то что попал к таким людям к таким врачам и в такой центр пройдет реабилитация если не будет беспокоить будем играть в хоккей футбол различные виды спорта в последнее время появляется все больше спортивных команд приходят новые люди большой спорты идет в настоящее время широкими шагами помимо этого и обычные люди они тоже все больше и больше увлекаются спортом это лыжи коньки и велосипеды и к сожалению все вот эти виды спорта они достаточно травматичные и к сожалению нередко наши спортсмены профессиональные спортсмены одного дня они получают какие-то травмы связанные с растяжением связок то с разливами связок локальным повреждениях хряща помимо спортсменов мы также принимаем и большое количество различных других заболеваний которые имеют движение спортивное дегенеративный характер повреждений конечно же эти люди тоже нуждаются и поскольку хирургические методики схожи с теми которые мы делаем своим спортсменам конечно же на этих людей тоже смотрим в поликлиниках приглашаем среди простых людей непрофессиональных спортсменов мы их называем спортсмены выходного дня когда они неделю работают суббота воскресенье ну сам с друзьями поиграть в футбол они не подготовлены у них и как правило часто не бывает разминки и вы не бывает грамотного подхода к тренировкам и к сожалению вот они наиболее часто получают травмы поэтому благодаря усилиям нашей администрации нашего центра было принято решение построить вот этот корпус и в частности наше отделение которое занимается вот именно восстановлением суставной патологии это разрывы связок вывихи в суставе болевой синдром который не дает заниматься спорту человека но прежде всего человек который имеет проблему с суставом и с опорно-двигательным аппаратом он консультируется в нашей поликлинике где проводится предварительный осмотр назначаются дополнительные методы диагностики которыми центр оснащен в полном объеме икоте и магнитно-резонансная томография и электромиографии и прочее 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 мы имеем достаточно серьезный арсенал физиотерапевтических процедур механотерапии других методов физических не физического воздействия на мягкие ткани на связки это все очень быстро позволяет пациентам восстановиться и вернуться что немаловажно к привычному образу жизни в том числе к активным занятиям физической культуры и спорта вот это основное предназначение нашего нового отделения и я бы сказал что это не только молодые пациенты но это наверное пациенты все которые ведут здоровый активный образ жизни мы стремимся к тому чтобы пациентам можно было оказать консультативную помощь в течение нескольких дней то есть достаточно позвонить на телефон нашим оператором или службу поддержки в поликлинику и мы в ближайшие два-три дня постараемся пациента принять осмотреть и если понадобится конечно же спланировать оперативное лечение в течение недели пациент шесть лет назад при занятии спортом почувствовал резкую боль в коленном суставе лечился консервативно по месту жительства на фоне лечения у пациента сохранялась нестабильность в коленном суставе пациент обратился к нам с жалобами на постоянные боли чувство неуверенности при ходьбе после чего он был направлен на оперативное лечение проводим сейчас восстановление передней пестообразной связки пациенту небольшими камерами мы заходим внутрь коленного сустава делаем два порта один для манипуляций один для видеонаблюдения за манипуляциями раньше скрывали полный сустав открывали ставили вот трансплантат передней пестообразной связки и получается фиксировали его либо на винтах либо узловыми фиксаторами и шрам большой где-то получался на коленном суставе полностью с скрыванием полностью коленного сустава малоимвазивный метод лечения он способствует сохранению связочной структуры капсулу сустава и плюс уменьшается риск дальнейшего развития артроза коленного сустава вот она разорванная передняя пестообразная связка которая должна прикрепляться анатомически она получается в внутренние отделы наружного мышелка бедренной кости вот и мы их место в месте прикрепления передней крестозы сейчас мы не наблюдаем дальше мы проверяем проводим санацию коленного сустава проверяем целостность менисков в данном случае внутренний мениск у нас визуально целый проводим тактильную проверку мениск не вылезает мениск целый признаков повреждения мениска не вылезает мы забрали у пациента сухожилие два сухожилия сухожилие тонко-полусухожильные мышцы из них сделали трансплантат для того чтобы его поставить на место передней крестообразной связкой тем самым стабилизировать коленный сустав для того чтобы быстро восстановиться после операции пациенты проходят ряд процедур механотерапии, физиотерапии других методов восстановительного лечения тоже могут проходить непосредственно здесь в нашем учреждении в этом новом корпусе сейчас имеется больше возможностей для того чтобы именно уделять внимание в том числе и спортивным командам потому что зачастую это выскоэнергетическая травма это достаточно сложные разрывы мышц сухожилий и вот очень важно именно в кратчайшие сроки оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь и наши специалисты к этому готовы освоен ряд новых методик по восстановлению сухожилия по восстановлению связок имеется весь перечень необходимых расходных материалов все необходимое оборудование поэтому мы полностью готовы к оказанию квалифицированной медицинской помощи нашим пациентам и и Редактор субтитров А.Семкин